Всем привет! Хочу рассказать вам про изготовление симметрирующего трансформатора с коэффициентом трансформации один к одному. Как еще говорят, Balloon. Это устройство для подключения симметричной антенны к несимметричному фидеру. Например, диполик к аксиальному кабелю. В качестве корпуса для такого устройства будем использовать вот такую коробочку пластмассовую. Почему пластмассовую, а не металлическую, например, вот такую или какую-то такую. Потому что в случае использования металлической коробочки возможно замыкание полотна антенны на корпус этой коробки. То есть, если у нас будут на этой коробке установлены две клеммы для подключения полотна антенны, полотно антенны может быть выполнено из многожильного провода и какая-то одна из жил может замыкаться на корпус на металлический. Причем это может произойти тогда, когда вы антенну поднимете на мачту или на дерево на какое-то. Для того, чтобы это замыкание устранить, придется эту антенну снова опускать, потратить кучу времени. Или можете даже этого не заметить, а начать работать в эфире с таким замыканием и удивляться потом, почему связь плохая. Если вы считаете, что пластмассовая коробка такая, например, она менее надежна, чем металлическая, наверное, в какой-то степени это так. Но в реальной жизни, так сказать, при использовании это все в походах, в полевых условиях, скорее всего, вы эту ненадежность пластмассового корпуса не заметите. Почему? Потому что, если вы будете эту антенну разворачивать с балуном таким в лесу, где-то в полях, и она у вас, не дай бог, упадет откуда-то с высоты, с поднятия ее на дерево или на мачту, то упадет она, скорее всего, на землю или на какие-то ветки. И все это будет достаточно мягкое. Вероятность того, что она у вас сломается не такая большая. Конечно же, такой пластмассовый корпус имеет меньше веса. Для каких-то пеших походов это тоже важно. В качестве клемм буду использовать вот такой вот винт М6 с гайкой-барашком, с ушастой гайкой. Почему я не хочу использовать вот такие клеммы? Потому что они менее удобны, менее надежны. Опять-таки, при том же самом падении всего этого балуна с высоты, вот эта вот керамическая ручка клеммы может расколоться. Также, если вы будете подключать сюда к этой клемме полотно антенны где-то в лесу, зимой, в мороз, вечером при плохом освещении, то замерзшими руками вот это вот крутить эту клемму будет очень неудобно прикручивать сюда какой-то случайный толстый провод неудобный, который вам удастся использовать в качестве антенны. Зажать провод сюда любой будет гораздо проще и закрутить эту гайку барашек, даже в неудобных условиях. Для трансформатора буду использовать вот такое ферритовое кольцо проницаемостью 1000 и внешним диаметром 28 миллиметров. Разъем для подключения к аксиальному кабелю будет вот такой вот S1239 в каком-то китайском исполнении. Я думаю, для коротковолнового диапазона будет достаточно такого качества разъема. Для установки разъемок аксиального я в корпусе просверлил пять дырок, одну большую и четыре крепежных для фланца. Буду крепить его винтиками М3 с гаечками с обратной стороны. Винтики М6 для клемм закрепил вот так на корпусе с большими шайбами и лепестками контактными. Для того, чтобы острые края сердечника ферритового не повредили изоляцию провода, я этот сердечник замотал изолентой. Намотку буду производить вот таким проводом. Это три жилы от кабеля UTP, от витой пары, которая используется для локальных сетей. Три жилы трех разных цветов, скрученные вместе. Диаметр по меди такого провода 0,5 миллиметров. Да, это немного, но я думаю, что для маломощных походных радиостанций этого будет достаточно. И, вероятно, даже для 100-ваттного трансивера тоже. В результате намотки такого трехжильного провода на кольцо получился трансформатор с тремя одинаковыми обмотками. Число витков четыре. После сборки трансформатора и установки его в корпус получилась вот такая конструкция. Разъем коаксиальные, две клеммочки и трансформатор на колечке. Схема устройства получилась вот такая. Три обмотки одинаковых на трансформаторе соединены последовательно. Удерживать этот трансформатор в корпусе я буду с помощью вот такого вот мелкопористого поролона, или не знаю как его правильно назвать, который будет прижимать крышкой трансформатор к другой стенке корпуса. Вот таким вот образом. Крышка крепится с саморезиками тоненькими. В результате получится вот такое устройство. Проверял я эту конструкцию нагрузив на эквивалент симметричный и подключив к трансиверу 100-ваттному. На частотах мегагерц до 15 наверное вообще ксв единица выше 15 ближе там к 30. Ксв получается порядка там 1,1-1,2. Есть небольшая отраженка, но я думаю это не принципиально, тем более у меня такой цели вообще не отработать на этих диапазонах. Мне это нужно на диапазонах 1,8-3,5-7-14 МГц. При прохождении мощности 100 Вт через этот трансформатор нагрева практически незаметно. Кольцо вообще не греется, провода трансформатора чуть-чуть нагреваются градусов до 30 и 32. Оценивал с помощью градусника бесконтактного. Собственно такая конструкция получилась. Предполагаю ее использовать в различных выходах в поле с симметричными низковыми антеннами типа Диполь, Инвертед Ви и тому подобное. Смотрите другие мои видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!